В этом видео я хочу поговорить с вами о новинках Faberlic, у меня есть как декоративная косметика, так и несколько предметов одежды, вернее всего два, и наверное давайте сразу с них и начнем. Но перед тем, как мы приступим к обзору этих продуктов, если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда вы никогда не пропустите мои новые видео, потому что YouTube всегда будет вас оповещать, как только оно выйдет. Поэтому обязательно это сделайте и давайте приступать. Первая вещь не совсем относится к одежде, но мне кажется, что для лета это крайне важная вещь, если вы хотите хорошо выглядеть. И я сейчас говорю об утягивающем белье, я себе взяла вот такие вот шортики, и конечно это супер секси, здесь даже речи быть не может о другом, но давайте откровенно, если у вас не супер идеальная такая подсушенная фигура, вам 100% понадобится что-то вот такого рода для того, чтобы носить облегающие платья. Я очень люблю облегающие платья, они супер красиво, супер сексуально выглядят, но у меня фигура недостаточно идеальная для того, чтобы их носить вот так, как есть. Тем более я знаю, что даже если супер круто все сидит вот в момент, когда я это одеваю, стоит мне пойти куда-то там на вечеринку, выпить даже стакан сока, я даже не говорю про алкоголь, просто стакан сока, и я знаю, что мне может вздуть живот, и принцесса сразу превратится в тыкву, причем такую беременную месяцы на четвертом-пятом, наверное. Все голливудские звезды тоже носят вот такое утягивающее белье, когда выходят на красную дорожку, если у них облегающие платья, поверьте, это не супер идеальные фигуры, это тоже вот такие вот штуки. Что касается конкретно этих шортиков, реально круто работает, потому что когда я надеваю облегающее платье просто вот на голое тело, все равно видно какие-то где-то неровности, где-то что-то, а когда я надеваю платье с вот этими шортами, вот просто гитара идеальная, причем гитара, и я не переживаю, что где-то там на протяжении вечера что-то у меня вылезет, если я лишний там какой-то салатик съем или не салатик, а давайте будем откровенный бургер съем, поэтому я могу не переживать, что фигура у меня поплывет, поэтому если вы с такими же проблемами сталкиваетесь, то вот можете заказать, потому что реально спасает штука эта. За этими кроссовками я гонялась несколько месяцев, потому что они все время были распроданы, и не то что там в моем размере, вообще во всех размерах, которые только они выпускались, это вот такие вот очень симпатичные розовые кроссовки, они легчайшие просто как перышко, поэтому я делаю выводы, что они были разработаны на лето или на совсем-совсем такую раннюю осень, и лето я здесь имею в виду не для того, чтобы по пляжу ходить, когда плюс 40, а лето такое, которое где-то там градуса 23, например, можно вполне одеть вот такие вот кроссовки, при этом будет и тепло, и не жарко навременно. Я их надевала, когда ко мне приезжали гости, и мне нужно было целый день быть на ногах и устраивать экскурсию по Одессе для них, и очень удобно было, целый день в них выходило, ноги при этом в идеальном состоянии были, советую вам на сайте заценить, потому что расцветка не только такая розовая, там есть и более спокойные, и есть еще более даже яркие, там какой-то ярко-салатовый, по-моему, есть цвет. Теперь давайте приступать к косметике. Первое, что хочу вам показать, это палетка, вторая уже, которая была выпущена с блогером Машей Вэй, и эта мне нравится намного больше, чем предыдущая. Мне кажется, что в этой и качество получше, и оттенки тоже мне нравятся. Палетка, как вы можете видеть, абсолютно не базовая, то есть здесь в основном собраны какие-то яркие оттенки, которые между собой не сильно-то и сочетаются, но как какие-то акценты, в принципе, очень даже неплохие. Мне безумно просто понравился вот этот вот оранжевый оттенок, он потрясающе круто смотрится в растушевке, именно в теплой растушевке. Если я делаю какой-то теплый оттенок матовый-коричневый, а потом немножко в него втушевываю вот этот оранжевый, круто смотрится, вот реально очень красиво выглядит и по-летнему. Что меня очень поразило, так это черный. Черный здесь действительно угольно-черный, то есть я рассчитывала на то, что это будет, ну, такой вот как бы намек на серое что-то непонятное, но это вам не непонятно, что это реально насыщенный черный оттенок. Теперь хочу пройтись с вами по стойкой серии Faberlic. Я взяла три продукта, один я где-то уже потеряла, секундочку. Так вот, я взяла три продукта из линейки Stay On, это линейка стойкая, и здесь продукты некоторые даже водостойкие. Это касается подводки и это касается туши. Давайте разбор полетов как раз-таки с них и начнем. Что касается подводки, изначально, когда только-только я ее получила, она мне понравилась, но она очень быстро начала засыхать, буквально моментально. Я три или четыре макияжа сделала и все, вот этот вот фетровый аппликатор уже стал намного суше, и он плохо рисует поверх теней. Если вы делаете стрелку на голое веко, возможно у вас прослужит эта подводка дольше. Себе повторно заказывать не буду, потому что слишком быстро она у меня начала подсыхать. Что касается туши, то она мне вообще абсолютно не понравилась. Насколько крутая у них тушь под номером, который идет 55-56. Я ее уже два раза заказывала, сейчас она у меня опять закончилась, и я хочу третий раз ее заказать, потому что реально крутая тушь. Вот эта вроде как водостойкая должна быть, но она почему-то просто не красит мои ресницы. Я не знаю, здесь формула очень сухая, и щеточка достаточно большая, и у меня ресницы при этом очень маленькие. То есть она просто не красит их, не захватывает эта щеточка моей ресницей, и если уже совсем-совсем постараться, то получается ну такой же натуральный эффект, что как бы совершенно это не мое. Что же касается тональной основы, то здесь я была приятно удивлена, потому что они отошли от своей вот такой вот классической формулы тональных основ, которая мне не нравилась, которая наносится только пальцами и выглядит неестественно на лице. Вот эта очень даже неплохая. Какой-то неимоверной, незаурядной стойкости я за ней не заметила. Она просто достаточно неплохо себя ведет на лице, неплохо держится, хорошо выглядит, растушевывается очень классно спонжем. В общем-то отличный такой вот повседневный вариант. Я скорее не буду использовать это там для съемки, или если мне нужно на выход сделать макияж, но вот как повседневный для того, чтобы слегка затонировать, и при этом лицо симпатично выглядело, очень даже неплохой вариант. Теперь снова буду ругаться, потому что заказала вот этот иллюминатор, иллюминаизер для лица, как они его называют, и что-то я не совсем поняла, к чему вот такой вот оттенок. Возможно, этот продукт больше ориентирован на тех, кто уже загорит, потому что лето, все-таки сезон отпусков, и большая часть людей все же загорает. Поэтому, возможно, я вполне это допускаю, продукт рассчитан именно на загорелых людей. Но оттенок у него, ну скажем так, откровенно странный. Причем они здесь пишут, что он идеально подходит для подсвечивания скул и моделирования контура лица. Я вообще не поняла, как эти две вещи должны сочетаться, но он реально рыжего цвета. Вот мне он абсолютно не подходит по тону, плюс у него очень слабо выражена вот эта светоотражающая такая характеристика. То есть он просто, как по мне, странный продукт. Я его пробовала смешивать вместе с тональной основой, для того, чтобы сделать ее более сияющей, немножко ее разбавить в плане покрытия. Вот вместе они мне понравились. Очень симпатично выглядит. Лицо более сияющее, более подсвеченное. Но должна признаться, что из-за этого стойкость этой тональной основы падает. То есть немножко быстрее начинает все разваливаться на лице. То есть быстрее нужно поправлять макияж, возможно где-то припудривать, возможно где-то подтушевывать. Последнее, что хочу вам показать, это рассыпчатая пудра новая. Называется она Воздушная фантазия. Я взяла номер 6222. Упаковка очень классная, мне нравится. Здесь зеркальце. Потом идет такая классическая олдскульная пуховка. И дальше собственно сам продукт, который высыпается через сифтер. Я сначала не поняла, что конкретно за пудра это должна быть. То ли это тонирующая пудра для всего лица, то ли это закрепляющая пудра. Я ее начала использовать именно как закрепляющую пудру. Мне очень понравилось. Она матирует, но при этом она не добавляет 33 слоя, знаете, вот такой пудры, которую видно сразу за 10 километров. На мой взгляд на данный момент это, наверное, лучшая пудра у Faberlic. Поэтому если вы что-то ищете совсем-совсем бюджетное для поправления именно макияжа, то вполне могу рекомендовать этот продукт. Ну вот, мы с вами добрались и до самого конца. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я вам с самого начала видео еще рассказала об этом всем. Поэтому не забывайте, обязательно это делайте. И мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры подогнал «Симон»!